Волонтеры Я считаю, что волонтер это прежде всего человек, который готов помогать другим людям, ну даже не обязательно людям, который готов помогать, тратить себя полностью и помогать другим людям. Для меня это уже стиль моей жизни, то есть я в любом случае без этого не могу. И для меня это какое-то движение вперед, это куча эмоций разных. Разного рода опыт, счастье, когда я вижу улыбки других людей. Волонтер это человек, который придет на помощь в любой ситуации, поддержит, окажет заботу и будет помогать, несмотря на что. Волонтерство оно уникально, потому что еще в школьном возрасте ребята получают те компетенции, которые они может быть никогда и не получат даже в институтах. Волонтер, доброволец это человек по зову сердца, без обратной какой-то связи, ну просто помогает и не ждет откуда-то, чтобы ему помогли, например. Часто волонтеры сталкиваются со стереотипами, что добровольчество это бесплатная рабочая сила и в принципе неинтересная бесполезная работа. Но это далеко не так. В нашем немногочисленном городе реализуется множество различных социальных инициатив. Наших волонтеров знают и оценивают на высоком уровне даже за пределами республики. Одним из таких волонтерских объединений является «Счастливый билет» – отряд школьников-добровольцев, который базируется в школе номер 4. У нас основное наше направление – это, конечно, сопровождение ребят с инвалидностью. И я считаю, что вот это наиболее такое успешное направление, потому что как растут и развиваются ребят с инвалидностью, так и не меньше это волонтерство необходимо именно здоровым сверстникам, волонтерам. Ребята занимаются с детьми с ментальной инвалидностью. В их школе созданы специальные мастерские – кулинарная, театральная, гончарная, мастерская «Сад-огород», «Кансблог» и «Медиамастерская». Мы с ребятами занимаемся, записываем подкасты, как аудио, так и видео, снимаем репортажи, учим их монтировать, снимать. С начала специальной военной операции жители города Волжска и Волжского района не остались в стороне. Они ведут активную работу по оказанию помощи бойцам, а также их семьям. Волжская некоммерческая организация «Нить добра» в мирное время занимается поддержкой пожилых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. А на сегодняшний день совместно со штабом Комитет семей воинов Отечества оказывает всестороннюю помощь семьям, чьи отцы находятся сейчас в зоне СВО. Ездим практически каждый месяц, раз в месяц. Были периоды, когда пропускали. В данный момент где-то 9-10 поездок мы уже сделали. Работаем непосредственно с ребятами, то есть не с командирами, а именно с ребятами, с нашими волжанами, с контрактниками, с мобилизованными. Пацаны скидывают списки, все по спискам закупаем, все привозим. Также казаки из хутора Покровский села Имеково занимаются постоянным сбором и транспортировкой гуманитарного груза для наших земляков на передовую. Представители казачества лично доставляют все необходимое, несмотря на опасность и близость к линии соприкосновения с противником. Это все началось в феврале, когда наши войска туда зашли. В марте мы самые первые поехали. Получается, что год назад. Как началось, батюшка говорит, нужна помощь. Мы сначала ездили к нашим казакам. Тогда же не было мобилизованных. Путь исследования у нас маршрут менялся раза 3-4, наверное. Говорят, туда везите, потом туда везите. В склады мы думаем, а зачем в склады-то? В склады приехал и все, пропал товар. И мы созвонили с казаками. И прямо вот мы первый раз тогда поехали в город Донецк, если это Ростовская область. И потом уже через день нам видео скинули, что наш товар уже там за лентой на той стороне. Ребята все получили. Но мы доставляли груз не только казакам. У нас не было такого различать казаки, воины, там, Министерство обороны, там, добровольцы. Всем, кого мы видели по пути, всем раздавали. Там бывало даже, о, бойцы, давайте отдадим, там, коробку пушенки отдали. Там, они радостные коробки какую-нибудь, там, с носками отдали. Дай бог, если сейчас в этот раз поедем, в январе будет 17-я поездка. Ну, они, вот, бабушки носки вяжут, там, супы делают, заготовки делают, да, носки вяжут. Кто-то купит, там, трусы, майки. Вот мы сами ездим в Туру. Кто-то деньгами просто помогает. Ну, помогают простые люди. Ученики там что-то собирать и подписывать там со школы. Письма пишут, туда привозишь, бойцы прям радостные эти письма получают и плачут. Выговорят, приехали, как будто вот частичка города, дома там приехала. В нашем городе вот уже несколько лет свою работу ведут инициативные ребята. Их местный штаб Всероссийского общественного движения волонтеров-медиков в этом году стал победителем номинации «Лучшее местное отделение с населением более 50 тысяч человек». Добровольцы учатся оказывать первую помощь, проводят различные мероприятия, знакомятся с медициной и приобщают горожан к здоровому образу жизни. Наше движение является Всероссийским. Мы являемся Всероссийским общественным движением добровольцев в сфере здравоохранения. Работаем по всей России. Реализуются шесть направлений. Основное направление – это оказание первой помощи, сопрождение мероприятий. Ну, когда-то у нас была цель создать большое городское мероприятие, мы его создали – «Зелфит». Поэтому мы сейчас хотим развивать. В данный момент у нас «Зелфит» проходит на финансирование партнеров и спонсоров. Планируем написать проект, выиграть грант и масштабировать эти проекты. Ну и, естественно, повысить качество оказываемой помощи нашей, сделать большее количество волонтеров и развиваться. Это семья. В интерн-медике это семья. Наверное, потому что здесь все-таки люди, которых объединяет одно общее благое дело. По данным сайта «Добровольцев», в нашем городе насчитывается более одной тысячи волонтеров. Это и школьники, и студенты, рабочая молодежь и даже пенсионеры. Каждый из них совершает добрые дела, протянув руку помощи тем, кто в этом нуждается. Люди не с простой душой. Люди неравнодушные. Неравнодушные к всему, что творится. Люди, которые посвятили свою жизнь и посвящают свою жизнь помощи другим. Волонтер, помощник, защитник. Синонимов очень много. Все эти синонимы объединяет одно. Это люди доброй души. Добрые, которые готовы помочь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Людям, которые нуждаются в помощи. Волонтерство – это невероятно интересный, а главное надежный способ помочь окружающим и внести свой положительный вклад в этот мир. Благодаря волонтерам люди могут надеяться и верить в лучшее будущее. И даже самые маленькие добрые дела могут иметь большое значение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова